когда-то я вот еще на заре своего канала сделал видео про танк армата вот разобрав его буквально от люка до гусениц и на мой взгляд совершенно убедительно доказав же не танк это фейк ну как впоследствии события показали так оно и есть про него вообще сейчас никто не вспоминает и он вообще как бы вот исчез совершенно из инфополя хотя одно время вот унитаз откроешь а там танк армат мы я потом делал еще несколько разных видео тоже про различные вот такие оружейные фейки российские которые вот те самые знаменитые мультики путина или оружие на новых физических принципах и вот мы решили сделать для вас такое вот длинное видео где собрали сразу несколько таких видео будет несколько больше у них фейков до черта вот в этом видео мы собрали тут и танк армата и самолет су-57 который пятого поколения якобы ракету сармат которая там все никак улететь никуда не может и лазер пересвет который как известно светит но не греет поэтому посмотрите это видео пожалуйста она длинная может смотреть его там с перерывами постепенно и не забудьте пожалуйста его поддержать лайк подписка комментарии в общем все как обычно финансовая помощь тоже приветствуется если понравится можно задонатить супер спасибо две платформы пусти патреон ссылки будут в описании и можно стать спонсором канала на ю тубе наслаждайтесь танк армата который российская пропаганда преподносила как одно из величайших достижений конструкторской мысли как революционный прорыв танкостроение оказался одной из самых величайших потемкинских деревень когда-либо созданных этой самой пропагандой и российской военной промышленностью всем привет меня зовут сергей услендер вы на моем канале как обычно сначала попрошу вас лайк подписка комментарии три несложные действия которые помогают продвигать это видео кто хочет помочь на патреоне ссылка будет в описании я очень хорошо помню это было где-то примерно в четырнадцатом году когда вот по всем каналам во всех их пабликах там социальных сетях начали активно форсить сюжеты репортажи документальные фильмы различную информацию о том что российская промышленность военная создала что-то невероятное вот прям как будто они построили звезду смерти это был танк армата который они вот прям разбирали буквально по косточкам делали отдельные сюжеты про то какая у него гусеница какая у него пушка как у него башня корреспонденты сидели на броне и показывали вот есть вот такой вот прибор такой 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 все это вообще полный аналогов нет нет никто вообще в мире ничего подобного создать не смог на поверку все это оказалось полнейшим фуфлом российская пропаганда преподносила те решения которые вот использованы в танке армата как абсолютно революционный вот ничего подобного в мире вообще ни у кого нет и никогда не было так вот все это не так большинство решений там обычные стандартные часто очень плохие потому что это идет еще из советской школы танкостроения с ее там довольно серьезными недостатками и ничего революционного кроме там нескольких вещей которых я чуть позже расскажу танк армата в себе не несет а те вещи которые можно считать эволюционными они для такого оружия как танк они натурально избыточны вообще сама история даже происхождения танка армата она какая-то буквально анекдотическая когда-то в россии был разработан такой двигатель а 85 3а он изначально вообще разрабатывался для нефти газоперекачивающих станций но нефтяники с газовиками им что-то не заинтересовались зато им заинтересовался уралвагонзавод которым нужен был новый двигатель для перспективного танка т-95 если кто помнит такой проект черный орел он кажется назывался и проект этот естественно там с треском провалился но двигатель остался и стали думать куда его вообще присобачить и в итоге придумали просто буквально революционное решение а давайте мы для двигателя построим танк и вот так родился проект армата дальше проект развивался вот если кто помнит эпизод из мультфильма простоквашина где дядя федор пишет письмо там родителям да потом за него дописывает шарик за ним там кот матроскин и вот там получается такой жуткий винегрет от чего мама падает в обморок вот приблизительно так и развивался танк армата на него там навешивали какие-то функции какие-то дополнительные системы какие-то дополнительные приборы и в итоге вот танк все обрастал ими обрастал обрастал пока не превратился вот в это вот такое совершенно непонятное производство непонятное такое явление да которая вот произвела российская военная промышленность но я вам сейчас подробно его разберу вот буквально от верха до низа ну раз уж я начал про двигатели вот давайте про двигатель вообще в россии есть такой танковый дизель в 2 называется отличный мотор вот используется очень давно начиная еще по моему ст 72 и в разного рода бронемашинах вплоть до бмп-3 там разных модификациях прекрасно освоены там вот до последней гаечки до последней прокладочки но тут им хотелось чего-то нового и вот они значит придумали этот двигатель вот присобачить его на танк двигатель сырой двигатель не освоенный и на сегодняшний день армата в принципе может передвигаться вместе с ним он такой считается очень мощный но только если сзади едет грузовик запчастями за грузовиком запчастями едет автобус с инженерами и техниками вот в этом случае он может ехать потому что двигатель мало освоенный двигатель подвержен разного рода поломкам там с боем и так далее и все это делает его ну скорее экспериментальным нежели серийный у арматы необитаемая башня то есть внутри нет экипажа экипаж находится ниже внутри корпуса в такой бронированной капсуле там находятся все вот его органы управления в башне только там оружие автомат заряжания приборы оборудование и все такое прочее звучит вроде неплохо это должно повышать выживаемость экипажа должно повышать его защищенность но почему-то например западная школа вообще не строит танков с необитаемыми башнями там проводились подобные эксперименты в рамках программы боевые системы будущего то есть combat future system или combat system of future что-то в этом роде но в итоге все это было признано не очень пригодным по той простой причине что было установлено что внутри вот этой вот капсулы экипаж имеет как было сказано ограниченную осведомленность о ситуации для того чтобы видеть все вокруг себя на поле боя до экипажу нужно огромное количество датчиков оптических телевизионных тепловых там ну всяких разных да и все вот это добро размещается на броне сверху до для того чтобы экипаж мог внутри на своих вот этих экранах все это видеть все эти датчики все эти приборы они очень сильно уязвимы для осколков артиллерийских снарядов для огня малокалиберных пушек даже для огня крупнокалиберных пулеметов то есть в принципе бмп брэдли например да двумя-тремя удачными очередями может буквально эту армату сделать слепой и глухой экипаж внутри этой капсулы уже ничего сделать не сможет иногда в бою вот как например считается в танковых войсках израиля лучше смотреть глазами в бинокль например да почему израильские танкисты всегда несли большие потери в командирах потому что командиры все время торчали в люках и смотрели вокруг до следили за обстановкой что позволяло им лучше управлять боем это считалось это называлось точнее воевать с открытыми люками была такая концепция в израильских танковых войсках это помимо того что вот такое огромное количество датчиков требует огромного количества электроники до сложной электроники микроэлектроники а российская военная промышленность никогда в этом деле сильно не было пока были эти жирные годы нам нулевые двухтысячные там десятые прочее все это можно было прекрасно покупать за границей там день на тайване в китае не знаю в европе и так далее французские тепловые тепловизоры кто помнит да но сейчас санкции сейчас жесткие санкции и где брать электронику для всего этого совершенно непонятно то есть братья по сути дела негде можно заняться конечно техническим каннибализмом который сейчас происходит в российской армии когда с подбитых танков снимают электронные блоки отправляет их на заводы для производства новых танков но учитывая сложность арматы вряд ли такое вообще в принципе возможно пушка 125 миллиметров но в общем стандартное совершенно орудие такое используется уже начиная с танков т-72 имеет там всю номенклатуру боеприпасов ничего в них такого особенного нет хорошее орудие спору нету но как бы учебни такого революционного такие же пушки стоят на т-90 на т-80 на тех же т-72 до более того в армате используется автомат заряжание опять-таки российская пропагандаешь это просто вообще революционное решение автомат заряжание чего в нем революционного когда они используются вот начиная с т-72 с т-72 там три члена экипажа потому что заряжающего нет потому что используется автомат заряжание так в чем тут собственно революция я не очень понимаю более того автомат заряжания имеет серьезные недостатки почему опять же западная школа танкостроения практически его не используется в их моделях только в танке леклерк есть полный автомат заряжания в остальных применяется так называемый ну не в остальных частично в остальных используется полуавтомат ну вот как например в меркава 4 когда заряжающий нажимает кнопку выбирая тип снаряда осколочно-фугасный бронебойные подкалиберный там и так далее система подает ему этот снаряд и он уже дальше заряжает в пушку вообще считается вот из опыта западной школы танкостроения что первые 10 выстрелов автомат точнее танк с заряжающим делает с такой же скоростью с которой делает и автомат и танк с автоматом заряжание то есть буквально они стреляют одинаково первые 10 выстрелов в бою они критические если только там не стреляешь по какой-нибудь пятиэтажки там да где-нибудь в мариуполе а так в принципе в танковом бою первые несколько выстрелов критически важны они решают судьбу боя кроме этого автомат заряжания это довольно капризная штука это сложный механизм и довольно хрупкий и например при сильном сотрясение то есть при попадании танку тяжелого снаряда даже без пробития брони он может легко выйти из строя а если он выйдет из строя все танк небоеспособен кроме этого автомат заряжание ограничивает длину боеприпаса вот на какую длину он сделан вот такой снаряд туда можно зарядить в отличие от обычного орудия в которой можно зарядить снаряд чуть длиннее там да таким образом повышается длина допустим подкалиберного снаряда соответственно повышается его бронепробиваемость в автомате заряжание такой уже использовать нельзя вот под что его разработали вот таким вот он и будет кроме этого опять же вот прям революционным прорывом них считается то что танк армата может запускать через ствол пушки противотанковые управляемые противотанковые ракеты ну окей да может но что в этом опять же революционного то я не пойму то же самое может танк т-80 и танк т-90 может это делать израильская меркова 4 например это комплекс лохат который может запускать противотанковые ракеты через ствол час производят точнее дорабатывают модификацию абрамса который будет использовать вот эту же систему лохат так в чем тут собственно революция более того запуск противотанковых ракет через ствол требует от наводчика танка более высокой квалификации он уже не просто наводчик артиллерийский в танке да он оператор противотанковое управляемого оружия а это требует более серьезной подготовки до в западной школе танкостроения давно дебатируется вопрос да вообще нужно ли запускать противотанковые ракеты через ствол потому что я уже сказал то требует и более высокой квалификации наводчика кроме того нужно вот эту марку прицельную крестик держать на цели танк должен остановиться он становится более уязвимым потому что ракета до цели летит дольше чем обычный снаряд у нее скорость ниже и как-то раз это было года наверное 2-3 тому в россии проводили там какой-то очередной танковый биатлон или что-то в этом роде и вот они там при большом стечении народу стреляли противотанковыми ракетами по мишеням не попали ни разу вообще то есть пять выстрелов пять промах кроме этого вот опять же с большой помпой в тех сюжетах которые вот описывали танк армата как некое революционное оружие сообщалось что этот танк несет на себе свой собственный беспилотник который называется птеродактиль и вот он значит способен его выпускать и смотреть окружающую обстановку ну слов тиродактиль в данном случае название точнее говорит лишь от технической отсталости этого беспилотника потому что он управляется по кабелю из танка длина 150 метров то есть вот максимум на что его можно от танка отпустить на 150 метров ну конечно беспилотник поднятый воздух там на сотню метров на полторы сотни метров поможет танк лучше видеть обстановку но не драматически лучше это не километр и не два соответственно да кроме того кабель подвержен там воздействию тех же осколков его можно перебить и все и таким образом беспилотник будет потерян но самое главное о чем они говорили что танк армата первый вообще в мире оснащен радаром с фазированной антенной решеткой ну как говорит один мой знакомый член полметра круто но бесполезно зачем танку радар с фазированной антенной решеткой это радар который ставится вообще на боевые вертолеты которым нужно уметь пользоваться то есть мало того что там три члена экипажа кто будет управлять этим радаром да кто будет им вообще вот вот пользоваться его данными командир должен управлять действиями экипажа руководить боем наводчик должен целиться и запускать еще противотанковые ракеты водитель должен водить кто будет вот обрабатывать данные с этого радара тут вся штука в том что они представили это как как то что армата это вот будет такой элемент сети центрической войны что главное в слове сети центрическая скажите мне правильно сеть то есть все юниты в бою должны быть включены в эту сеть это значит что данные с этого радара по идее в реальном времени должны видеть другие танки бронемашины там артиллерия не знаю самолеты вертолеты командование и так далее сейчас даже американцы даже израиль вот высокотехнологичные военном плане страны не про не полностью пришли вот к этой сети центрической войне да у нас ведутся такие работы да у нас офицер в генеральном штабе в оперативном отделе когда руководит операцией где-нибудь схеме видит картинку с камеры с нагрудной камеры бойца но чтобы вот в танках ставить радар из фазированной антенной решеткой то это вообще что такое кроме этого у радара есть излучение правильно и по этому излучению противник может видеть этот танк даже если он находится там за препятствием или там за лесом или даже за вот этой аэрозольной завесой для этого кстати вот на западе придумали вот эту систему понижения мощности в зависимости от близости к цели то есть чем ближе к цели тем радар меньше излучает но чтобы быть меньше заметным вот во всяких радиолокационных диапазонах так вот радар арматы этой штукой этой функции точнее не обладает он светит вообще там по полной программе соответственно танк очень сильно демаскирует но самое главное он абсолютно бессмысленный потому что он не может передавать данные по идее командир танка должен смотреть на экран этого радара видеть там засечки цели и по рации говорить своим значит коллегам по бою о том что он видит какие-то цели ну представьте себе запорожец который вот с таким рестайлингом в котором стоит огромный планшет от теслы да вот это примерно то же самое вот буквально одно и то же ну и они же сказали что у него есть комплекс активной защиты до комплекс активной защиты которые там с одной стороны создает там аэрозольную завесу через которую не пробиваются лазерные лучи там вражеских наводчиков с другой стороны он на афганит называется это защита способен сбивать даже подлетающие к танку противотанковые снаряды окей вполне допускаю это правда система она очень сложная с точки зрения электроники она требует отдельного радара она никогда не применялась в боевых условиях на сегодняшний день в боевых условиях применялась только израильская система мейльрох ветровка или трофи как она называется в экспортном исполнении поэтому я сейчас покупают штаты для своих бронемашин для своих танков вот но допустим афганит способен сбивать противотанковые ракеты или даже противотанковые снаряды но я еще раз возвращаюсь тому с чего начинал огонь малокалиберных пушек для этого танка даже страшнее чем противотанковые снаряды или ракеты кроме того афганит не защищает верхнюю полусферу вот эту вот куда бьют джавелины куда бьют энлау и куда бьют еще кое-какие боеприпасы сейчас там новые разрабатываются или уже разработаны до которые должны поражать танк в крышу верхнюю полусферу которая ничем вообще не защищена ну и в общем все вот эти навороты которые они навешали на эту несчастную армату сделали этот танк страшно дорогим он стоит полмиллиарда рублей он стоит в три раза дороже чем т-90 имея по сути те же самые боевые функции вот один в один то есть он просто вышел ну сильно дороже я же говорю запорожец с таким навороченным рестайлингом и планшеткой от теслы вот буквально и итог всему этому проекту это еще в 2018 году подвел их вице-премьер по военно-промышленному комплексу борисов такой который сказал что танк армата закупаться российской армии не будет но что вышел слишком дорогим и слишком навороченным они там конечно пытаются его делать какими-то там небольшими партиями но у них нет производственной линии для арматы то есть по сути они сейчас могут собирать его в таких в кустарных в полу кустарных условиях в условиях там экспериментального цеха производить небольшими партиями как вообще по уму производятся танки делается опытная партия которую там проверяет завод потом делается установочная партия несколько десятков их отправляют войска войска их начинают эксплуатировать выявляется естественно куча недостатков после чего завод там конструкторское бюро их устраняют и уже в следующих партиях больших они вот в общем начинают производить танки нормально но армата то есть один сплошной недостаток страшно дорогой страшно навороченный с кучей избыточных функций систем там и электроники и в итоге в общем вот получилась такая потемкинская деревня очень круто звучит очень круто смотрится в телевизоре но в бою никогда не применялся и вот помяните мое слово применяться не будет но чтобы не было такого вот позора они как бы говорили о том что они его отправляли в сирию где он там проходил обкатку в боевых условиях но я очень сильно в этом сомневаюсь вероятнее всего он где-то внутри периметра базы там покатался где-нибудь в хмеймин да сделали несколько красивых фоток и видео как он на фоне сирийских барханов там ездит и куда-то даже стреляет но представьте себе что какой-нибудь сирийский боевик спалил бы его выстрелом из рпг чтобы из этого вышло так что вышла в общем очередная потемкинская деревня вот и по-прежнему воюют они на старой технике кто хочет посмотрите видео у меня про бтр 50 пк которые они снимают с хранения танки т-62 не снимают с хранения и в общем вот такое используют железо середины прошлого века ну пожалуй что с моей стороны было бы очень несправедливо и крайне предвзято не отметить главное достоинство арматы то что делает его настоящим аналогов нетом это единственный танк в мире оснащенный санузлом да да действительно вот россию называют бессортирной страной там треть населения живет без канализации а в танке арматы есть туалет поэтому российские танкисты получив в крышу джавелин или там энлау могут сделать вот это не в штаны а культурно как нормальные люди в унитаз ну конечно те кто останутся живы спасибо что посмотрели надеюсь я вам все популярно объяснил если понравилось как обычно лайк подписка комментарии пишите там чего хотите разобрать я с большим удовольствием это сделаю еще раз спасибо всем пока американским военным придется внимательно изучить перспективы вероятной встречи с этим истребителем и сопровождающим его беспилотником где-нибудь в небе над аляской иначе их ожидает предсказуемо печальный сценарий су-57 поднимается в воздух получает сигнал радара и обрушивает всю свою технологическую мощь на вражеский самолет у которого нет никаких шансов выстоять в такой схватке как минимум по причине заметного отставания боевых возможностей равных российскому истребителю на вооружении у конкурентов пока нет вот так российская пропаганда описывает свой самолет пятого поколения су-57 упуская одну маленькую но довольно важную деталь никакого самолета пятого поколения у россии нет всем привет меня зовут сергей услендер вы на моем канале сейчас я вам расскажу как и обещал разберу самолет пятого поколения су-57 сравним его с иностранными аналогами а пока я вас попрошу подпишитесь пожалуйста на мой канал лайкните это видео шарьте у себя его в соц сетях пишите комментарии кто хочет помочь на патреоне ссылка будет в описании нет ну было бы несправедливо сказать что его прям совсем не существует он есть он летает существуют его так сказать летающие модели но это скорее концепт кар да дело в том что если посмотреть на его заявленные характеристики вот на то что планировалось там действительно машина получилась но чрезвычайно крутая которая реально превосходит вообще любые зарубежные аналоги причем с большим запасом но есть такая штука называется ожидание и реальность и наверно видели такие мемы да заказываешь на каком-нибудь китайском сайте какую-нибудь ну супер такую модную красивую штуковину а получаешь корявое говно вот примерно так же получилось и с самолетом су-57 вообще самолеты пятого поколения вот до серийных образцов условно до серийных образцов дошли в трех странах это соединенные штаты f-22 и f-35 это россия су-57 и это китай j20 и j31 ну китайский мы особо разбирать не будем эти j20 и j31 на они построены вот j20 даже производится серийно порядка 120 машин они уже произвели но о них крайне мало данных во-первых китайцы там все страшно засекретили во вторых один из главных их секретов это двигатели потому что есть данные опять же просачивались в различные журналы которые пишут о военной технике но имею ввиду серьезные такие издания о том что у китайцев проблемы с этими двигателями что их самолеты пятого поколения летают на четвертом поколении но россияне столкнулись той же проблемой но об этом я расскажу чуть позже откуда вообще взялась вся эта история самолетом пятого поколения давайте немножко обратимся к истории в 80-х американцы увлеклись строительством самолетов по технологии стелс по технологии вот и радарной невидимости или радарной малозаметности у них получились две серийные машины ну кто помнит это был первым из них был f-117 night hawk свой первый полет он совершил восемьдесят первом году выпустили порядка 40 машин там чуть больше и бомбардировщик b2 spirit ну такая треугольная черного цвета огромная машина вот она даже сейчас наверное вот на истечении первой четверти 21 века смотрится вполне себе так футуристически как вот как будто в каких-то фантастических фильмах таких машин они вообще произвели 21 в итоге их эксплуатировали их применяли в различных конфликтах и войнах но американская конструкторская мысль пришла к выводу что вот построить полностью невидимый для радаров самолет невозможно и все равно радары видят при этом в жертву вот этой самой невидимости приходится приносить его летные характеристики самолеты вышли не очень такими удобными в пилотировании чрезвычайно сложными с огромным количеством таких сложных дорогих электронных систем очень-очень дорогими в результате вот пусть спустя там десятилетия их сняли с эксплуатации поставили на хранение сейчас они там хранятся где-то у них в неваде по моему на хранение в полета пригодном состоянии пока еще не решили что с ними делать тоже резать их на иголки ну как-то вот не очень хорошо тогда же в начале восьмидесятых американцы начали работы вот над созданием самолета пятого поколения ну начали прорабатывать его концепцию там будущий облик его вообще функциональность цель его применения там и так далее и так далее так далее в общем концепцию начали вырабатывать чуть позже с разбегом там в три-четыре года такие же работы начались в советском союзе этот проект назывался су-47 беркут занималась этим кб сухого параллельно эти работы продвигались в общем опять же с небольшим запозданием советский союз вел эти работы но в данном случае это запоздание в общем не имело особого значения когда речь идет о такой о таком сложном изделии как самолет пятого поколения то тут в общем отставание в год-два-три даже особого там честно говоря значения не имеет потом советский союз развалился эти работы были свернуты американцы же их продолжали и в конце концов первыми в мире создали первый серийный самолет пятого поколения который назывался f-22 raptor свой первый полет он совершил в девяносто четвертом году в девяносто седьмом началось его серийное производство то не выкатили первую серийную машину она начала поступать на вооружение и началась ее эксплуатация в американских ввс машина получилась прямо скажем не самая удачная она с точки зрения опять же характеристик все с ней было нормально единственное самолет вышел сложным и самолет вышел чудовищно дорогим он стоил буквально на вес золота это вот не преувеличение потому что в ценах тех лет 19 тонн золота а он весил 19 тонн вот стоили ровно столько же сколько этот самолет в результате первоначальный заказ американцы планировали построить там порядка 700 машин был очень сильно сокращен они построили вот я себе выписал 195 машин включая опытные и предсерийные образцы и на этом его производство прекратили этот самолет сейчас существует он летает он применялся уже в боевых условиях он эксплуатируется американскими ввс но американцы его никому никогда не поставляли и уже не будут когда-то даже израиль просил у американцев продать ему f-22 raptor но там посчитали оказалось что вся американская военная помощь израилю там на долгие годы вперед уйдет только вот на эти самолеты тем более что мало того что они сами по себе дорогие их эксплуатации содержание еще очень и очень дорогие поэтому американцы переключились на проект f-35 в россии в 2001 году возобновили создание самолета пятого поколения от проекта беркут отказались и перешли вот проекту су-57 и дальше f-35 и су-57 развивались ну можно сказать параллельно и поэтому мы будем сравнивать между собой вот эти в основном машины вообще вот в таком изделии что ли как самолет например да если речь идет о боевых самолетах в том числе очень важна серийность можно создать самолет машину с уникальнейшими характеристиками вот просто супер-пупер характеристиками она будет летать там не знаю в стратосфере со скоростью света там и всех догонять и всех побеждать но если одна единственная машина то в общем никакой ценности боевой она из себя не представляет только с точки зрения эксперимента и вот давайте посмотрим на серийность этих машин f-35 поднялся в воздух в 2006 году су-27 совершил свой первый полет в 2010 году и после чего довольно быстро там же к 14 году заявили о том что он готов к серийному производству после чего он был принят на вооружение и заговорили о том что вот сейчас в вкс россии военно-космические силы будут их значит закупать там в огромных количествах но насчет огромных количеств пока не очень вот к 2023 году они произвели чуть больше 20 таких машин включая предсерийные опытные образцы то есть говорить о том что они сформировали хотя бы одну эскадрилью из этих самолетов не приходится совершенно f-35 который совершил свой первый полет я напомню в 2006 году стоит на конвейере и производится просто в гигантских для такого самолета количествах на сегодняшний день выпущено порядка 900 штук их активно поставляют там различным странам союзникам сша панаты и просто союзником вот первыми первым зарубежным получателем этих самолетов стали ввс израиля и ввс израиля кстати стали их первым собственно эксплуатантом применившим их в боевых условиях генерал норкин тогдашний командующий военно-воздушными силами на одной из конференций рассказал что f-35 выполнял боевое задание в небе над ливаном что он там конкретно делал непонятно этих подробностей генерал норкин не раскрыл достоверных данных о том принимал ли f-35 участие в воздушном бою тоже на сегодняшний день нет но надо сказать что вообще вот воздушный бой в современной вот авиации он такой как бы сказать маловероятный да сейчас есть такая концепция дальний ракетный бой которая основана опять же на принципе реализованным еще в f-22 first look first kill первым увидел первым поразил никто не собирается там ввязываться вот в эти схватки там со сложными фигурами высшего пилотажа там бочка такая бочка сякая кобра пугачева и так далее так далее так далее за сотню километров или там за две сотни километров благодаря бортовой аппаратуре засекаем противника пускаем по нему дальнобойные ракеты для воздушного боя и уходим дальше спокойно возвращаемся домой опыта боевого применения су-35 нет их отправляли в сирию и вот в частности израильские разведывательные спутники видели их в сирии на аэродроме хмеймим где они там стояли на взлетно-посадочной полосе что они там делали не очень понятно но может проводили какие-то климатические испытания вот в условиях ближнего востока я просто не очень понимаю чем было в сирии заниматься для того чтобы бомбить там басмачей из игил там или из этой сирийской оппозиции для этого совершенно не нужны самолеты пятого поколения с этим он прекрасно справляются там их допотопные су-24 или там су-25 что-нибудь в этом роде были данные опять же в российских медиа о том что их используют в спецоперации на украине но я что тоже в этом сильно сомневаюсь как-то вот не чувствуется вообще наличие их там присутствие и наличие их авиации в этой войне а уж отправлять туда вот над линии фронта чтобы летал су-57 чтобы не дай бог сбили украинцы и чтобы это потом все увидели ну кто ж такое поверит поэтому я полагаю что единственный опыт боевого применения на сегодняшний день су-57 был фильме top gun 2 где герой тома круза сражался с самолетами пятого поколения на своем хорнете да и виду хэпби по ним было видно вот из их облика что это вот явно су-57 были взяты за основу голливудскими мультипликатор мультипликаторами других данных пока нет еще раз повторю эту мысль f-35 стоит на конвейере f-35 производится вот вы сейчас видите у себя на экране картинку одна из них это сборочный цех f-35 другая это сборочный цех су-57 су-57 собирают на комсомольском на амуре авиационном производственном предприятии вообще при создании f-35 американцам удалось решить невероятную по сложности техническую задачу они создали один самолет трех конфигурациях в трех это наземного базирования для военно-воздушных сил это укороченного взлета и посадки вертикального взлета и вертикальной посадки это для корпуса морской пехоты для посадки на всякого рода вот такие десантные корабли типа тарава там что-нибудь в этом роде и палубный вариант для посадки на авианосцы для своей военно-морской авиации то есть таким образом они создали один самолет вот в трех ипостасях никому ранее такое в принципе не удавалось есть например самолеты вот су-27 до который существует в варианте наземного и палубного базирования на что при этом совместить его с вертикальной посадкой такого не удавалось в принципе никому при этом надо отметить обязательно такую вещь что американцы сами даже эту программу бы не потянули они делали ее в кооперации со своими западными партнерами там разными европейскими в частности да и вот сейчас f-35 выпускают в том числе в италии крылья для него будут делать в том числе в израиле и так далее то есть существует такая очень разветвленная кооперация но вот какой собственно славился всегда западный мир ну и вот к вопросу об ожидании и реальности что такое вообще самолет пятого поколения что для него важно это композитные материалы из которых делается он да и которые очень сильно влияют на его вот эту радарную малозаметность это бортовая электроника потому что самолет пятого поколения должен быть умным он должен много чего уметь и это двигатель вот всех этих трех вещей у россии нет начнем с композитных материалов россия производит один процент от всех композитов в мире и это отрасль у них чудовищно импортозависимы у них вообще надо сказать что вся их промышленность вот долгие долгие годы вот на последние лет 25 развивалась по принципу у нас есть нефтегаз мы их продадим все остальное купим даже в том что касается оружие даже в том что касается такой сложной техники как авиация в принципе в этом ничего плохого то нет есть страны которые так живут вот те же страны персидского залива да называется рентная экономика ну чего в этом такого плохого но только при условии что не собираешься ни на кого нападать не собираешься ни с кем воевать не собираешься там строить самолеты пятого поколения не собираешься вообще там захватывать всех своих ближайших соседей если бы россия жила в относительном мире со своими соседями то в общем ей бы и дальше продавали французские тепловизоры и композитные материалы 2011 году делегация кб сухой вместе с членами российского правительства была на комсомольском на амуре производственном объединении и там генеральный директор сухого тогдашний погасян сказал что ну как бы электронику то мы еще купим за границей а вот что с композитными материалами у нас беда потому что композитный материал это не просто товар двойного назначения можно использовать там гражданской авиации можно это стратегический материал и просто так его вот продавать не будут такие вещи очень тщательно отслеживают в том числе на западе и поэтому россии сейчас проблемы с производством композитных материалов для су-57 но самое интересное заключается в электронике опять же к вопросу об ожидании реальности в су-58 заложены возможности искусственного интеллекта он там должен сам принимать решение залетчика он должен благодаря шести радиолокационным станциям которые находятся у него на борту он должен значит засекать одновременно 60 целей там сам определять приоритизацию там какую поражать какой оставить на потом там и так далее так далее плюс этот вот у него беспилотник который он должен выпускать все это требует чудовищного количества чудовищно сложной и очень умной электроники в качестве основы для этой электроники было решено использовать сейчас внимание процессоры elbrus вот те самые до легендарные российские процессоры elbrus из которых российского был только корпус и надпись на нем elbrus все остальное а именно микроэлектронику а именно чипы а именно мозги покупали внимание где правильно на тайване теперь их там купить уже не получится потому что тайвань естественно присоединился к санкциям тайвань не будет поставлять в россию электронику зачем это нужно спрос на тайваньскую электронику в мире совершенно бешеный это можно сказать основа вообще технологической мощи запада и для чего им поставлять в россию но это совершенно нереально и поэтому когда они поднимали самолет в воздух на нем не было никакой бортовой электроники ну там что-то стояло как бы эти системы управления оружием и она еще была не готова в этот момент то есть считалось что мы сейчас вот отдельно создаем планер отдельно создаем оружие отдельно создаем двигатель отдельно делаем электроник потом все это соединяем и вот у нас получается самолет пятого поколения но к сожалению с электроникой чего-то у них там не задалось и поэтому на сегодняшний день бортовые системы су-57 они как бы это сказать ну не очень доведены до совершенства ну и двигатель так вот оказывается что су-57 летает на двигателе от самолета четвертого поколения там используется двигатель который вот еще на су-27 стоял под позднее нам стоял на су-35 но это самолет четвертого поколения до самолету пятого поколения нужен двигатель пятого поколения вот на сегодняшний день разработать такое удалось только американцам там в частности среди прочего нужно плоское сопло не круглая вот такое плоское да но это очень сильно влияет на его заметность так вот разработать плоское сопло у них тоже не получилось вообще для него двигатель разрабатывался и продолжает разрабатываться так называемое изделие 30 и вроде как они его даже довели там до серийного производства но по сообщениям там очень многих источников в том числе кстати российских изделий 30 никак не удается ну вот как бы это выразиться по интеллигенте наладить есть большие проблемы с контролем качества есть большие проблемы с его устойчивым функционированием и так далее пока вот ставить его на су-57 они ну что называется не рискуют вот поэтому самолет су-57 пятого поколения летает на двигателях четвертого поколения то есть мы берем мерседес такой весь навороченный в спойлерах там все вот огоньки мигают галогеновые фары и так далее ставим в него двигатель от лады калины потому что потом мы вот разработаем ну вот вот потом а сейчас нужно надо как-то ездить и вот так вот они создавали самолет пятого поколения вообще есть такая штука называется целесообразность вот если ты живешь в деревне да в каком-нибудь таком вот покосившимся домике у тебя одна проселочная дорога до которая полгода в году превращается в непролазную грязь те не нужно покупать феррари с вот такой осадкой тебе нужен уазик что по этой грязи ездить до примерно так же вот и с этим самолетом пятого поколения это конечно их дела пусть им там разрабатывают все что хотят и тратят деньги на все что хотят но как-то вот ну есть же в конце концов какая-то логика да вот есть например такая страна как германия очень промышленно развитая очень богатая самая крутая экономика в евросоюзе но она не стала разрабатывать самолет пятого поколения вот немцам он как-то не нужен потому что вот в общем того что у них есть им и так хватает или в рамках нато или в своих собственных там рамках ну и последнее наверное что скажу в россии принято решение о создании самолета шестого поколения вот чего уже собственно мелочиться до пятого там не очень получилось давайте будем строить шестого вот напоминает известный анекдот когда в колхозе идет собрание председатель говорит товарищи у нас на повестке дня два вопроса строительство коровника и строительство коммунизма ввиду отсутствия досок переходим сразу ко второму вопросу причем в заявленных заявленных ожидания реальности характеристиках этого самолета что поколения числится гиперзвук он будет летать на гипер звуки при этом он будет беспилотным а пилотированием будет опциональным при этом параллельно американцы тоже начали создание самолета шестого поколения в рамках программы next generation air dominance и уже построили первый летный образец американцы они такие они вообще никуда не торопятся потихонечку так себе вот разрабатывают и разрабатывают ну и совсем такой небольшой пост скриптум вот после видео про танк армата которая вызвала такое бурление у наших друзей патриотов позвонил мне мой друг бизнесмен он вообще на все смотрит через призму бизнес искал ты вот упустил главную вещь там разбирал этот танк там вот у него радар вот у него пушка вот у него то вот у него все тут главное это ты не понял а главное заключается в том что весь этот проект затевался не с целью создать танк а с целью чтобы люди заработали хорошие деньги а все остальное это вот сопутствующий ущерб если у них там получилось в конце что-то похожее на танк или на самолет пятого поколения то ну вот то вот так получилось у них вообще в принципе все это работает по такой довольно налаженной схеме пишем проект создаем самолет пятого поколения нам нужно x денег через год или два или три пишем вот столкнулись с колоссальными техническими трудностями можно к нам вот этот x умножить на два а потом еще на три и так далее все это может тянуться годами десятилетиями а люди зарабатывают хорошие деньги уж вот что они умеют так это пилить бабло спасибо что посмотрели еще раз вас попрошу лайк подписка комментарии patreon в описании пишите в комментах что вы хотите разобрать постараемся об этом поговорить вот думаю сделать про ракету сармат это еще один из таких летающих мифов российской пропаганды еще раз спасибо всем пока своем преснопамятном послании федеральному собранию кремлевский фюрер опять рассказывал о невероятных образцах вооружений разработанных и производимых российской промышленностью вот между разработаны и производимы там существует колоссальная разница но он об этом не упоминал опять в суе вспомнил про лазер пересвет почему-то забыл про танк армата с которым сейчас развивается отдельная история оказался слишком дорогим для российской армии про него надо будет все-таки сделать еще одно отдельное видео и торжественно заявил о том что межконтинентальная баллистическая ракета сармат поставлена на боевое дежурство тут он как бы это по интеллигентнее выразиться забежал немножко впереди паровоза или можно сказать опередил время потому что ни на какое боевое дежурство сармат не поставлен ввиду его просто отсутствие он не готов вот почему он не готов что это за ракета и почему она до сих пор не может встать на боевое дежурство я вам сейчас и расскажу всем привет меня зовут сергей услендер вы на моем канале не забывайте пожалуйста поддерживать видео это крайне не сложно лайк подписка комментарии включайте уведомления обязательно все это помогает продвигать видео помогает поисковым алгоритмом ютуба понимать что это видео интересное соответственно его нужно показывать большему количеству пользователей и можно помочь финансово каналу это тоже важно тоже нужно две платформы пусти и patreon кнопочка супер спасибо супер thanks или сердечко с долларом и можно стать спонсором канала на ю тубе все это очень помогает регулярной устойчивой работе канала и огромное спасибо всем кто это делает итак ракета сармат по заявлению путина встала на боевое дежурство вот еще раз повторю она туда встать не может потому что ракета не готова для начала разговора что это вообще за такая штука сармат это межконтинентальная баллистическая ракета которая разрабатывалась для замены межконтинентальной баллистической ракеты которая была вот главной ракеты шахтного базирования чего времена советского союза называлась она r36 м2 или воевода или сатана по натовской классификации ракета получилась исключительно удачной очень грозное оружие и долгие годы там десятилетия она стояла на вооружении разрабатывалась она и производилась в южмаше так называемом это вот в городе днепр в украине есть такое предприятие южмаш когда-то им руководил кучма впоследствии ставший президентом украины но это уже ладно отдельная история не об этом речь а о том что все сроки эксплуатации воеводы или сатаны были выработаны и в конце концов настало время разрабатывать новую ракету вот в десятых годах началась разработка этой ракеты там были наработки раньше но вот российская федерация решила ее разработать поскольку всякие связи с украиной были утрачены после известных событий то решили разрабатывать ее самостоятельно в качестве двигателя для нее взяли так называемый двигатель rd 264 вот тут уже вопрос возникает это двигатель разработки 60-х годов вот он и стоял собственно ракете воевода его там немножко модернизировали и решили приспособить на новую межконтинентальную баллистическую ракету по идее в межконтинентальной баллистической ракете придумать что-либо сложно новое имеется в виду но вот россияне решили пойти по такому пути и придумали вот эту концепцию точнее попытались реализовать концепцию так называемой суборбитальной бомбардировки то есть ракета летит не через северный полюс в америку а через южный полюс с той стороны где нет противоракетной обороны по идее задумка то неплохая но она как бы это сказать избыточная и бессмысленная потому что вот это американская про о которой собственно сейчас все говорят да на вооружении этой просто и 44 противоракета на данный момент она действительно развернута вот с той стороны до со стороны вот северного полюса грубо говоря и со стороны направления ближний восток и евразия ближний восток европа точнее да для защиты от одиночных пусков иранских ракет и 44 ракеты перехватчика ну никак не способны парировать одновременный залп сотен баллистических ракет если не дай бог предположить дан такой полномасштабный конфликт между россией там и нато скажем на вот противоракетной обороны никакая никогда не справится поэтому смысла в этой суборбитальной бомбардировки не было никакого просто потому что это избыточная никакая противоракетная оборона еще раз повторяю не существующая не перспективная не способна перехватить залп массированный залп сотен ракет это допустим тополи ярсы то есть мобильные пусковые установки это стратегические подводные ракетоносцы это ракеты шахтного базирования вот все это если в кучу собрать и запустить никакая по его с этим не справится в принципе но тут есть опять же любопытный момент вот эта концепция суборбитальной бомбардировки то есть пуск через южный полюс позволяла эту ракету использовать в конверсионных целях там кстати вообще идея была совершенно нормальная рабочая то есть ракета стоит на боевом дежурстве от люди от 10 там до 15 лет зависимости от того насколько и продляют ресурс есть такая тема как продление ресурса но не суть заканчивается срок эксплуатации ракету надо списывать и вот незадолго до списания с нее снимают ядерную боеголовку ставят спутник гражданские военные неважно и запускают в космос вот как раз через южный полюс по вот этой суборбитальной траектории таким образом ракета как бы окупает что ли да или почти окупает затраты на свое создание очень хорошая идея но проблема в том что сармат как-то вот никак не доведут до ума вообще все работы по сармату шли с таким жесточайшим отставанием от графика в 2015 году должны были пройти первые бросковые испытания ракеты к берут полноразмерный макет ракеты как бы болванку условно говоря без боеголовки даже и зарядом пороха выталкивают ее из шахты выстреливают как бы шахты проверить вообще выйдет она оттуда или нет в итоге только в конце семнадцатого года они провели бросковые испытания и таковых было три после чего нужно переходить по идее к пусковым испытаниям и вот тут-то начинается собственно самое интересное в двадцать первом году планировали три испытательных пуска но что-то у них там пошло не так как обычно и в итоге только в апреле двадцать второго года состоялся первый испытательный пуск точнее первый пуск испытательный был неудачным а в апреле двадцать второго года у них был первый испытательный пуск ракеты сармат вот собственно удачный да когда она Она реально взлетела и куда-то полетела. И вот тут-то мы, собственно, и переходим к самому главному. По всем протоколам, да, и по всем вообще, по всем принципам испытаний ракетного ядерного оружия, ракета, прежде чем встать на боевое дежурство, должна пройти цикл испытаний, 30, а лучше 40 испытаний, из которых 10 подряд должны быть успешными. Вот 10 подряд раз ракета взлетела и полетела, при этом проводится испытание, вот она должна взлететь и полететь. Потом она должна взлететь, полететь вместе с боеголовкой. Ну, там устанавливают такой специальный макет боеголовки, не настоящую, естественно, а макет, который вот с точки зрения грузоподъемности ракету испытывают. Она должна потом полететь и попасть в условную цель. Как правило, там запускают ее, скажем, из Плесецка, а полететь она должна и попасть в полигон Кура. На Камчатке есть такой участок местности, вот куда стреляют баллистическими ракетами. Понятно, что у баллистической ракеты ей не нужна точность там, да, плюс-минус 10 метров, плюс-минус километр, учитывая боеголовки. Тем более, что задача ракеты «Сармат» вывести на орбиту разгонный блок «Авангард». Это отдельная история, в котором содержатся вот эти боеголовки. Он отделяется, начинает входить в плотные слои атмосферы, выбрасывает ложные цели, разбрасывает там эти боеголовки. Никакая ПРО это все перехватить не может. Короче говоря, вот таких испытаний должно быть 10 подряд буквально. И только после этого можно говорить о принятии ракеты на боевое дежурство. На данный момент, что мы имеем с ракетой «Сармат»? Мы имеем один удачный пуск ракеты испытательный со стартового стола, не из шахты. Из шахты ее нужно пускать. То есть испытания проводятся в шахтах, туда загружают ракету. Есть эти шахтные установки, они там в разных местах России расположены. Как правило, в середине материковой части России, там Оренбургская область, вот там. И оттуда она должна вылететь и долететь до вот этого самого полигона Курана Камчатки. Я там был однажды, кстати, в командировке. Ну, там ничего такого примечательного нет. Просто огромный участок пустынной местности такой, вот тундра такая. Вот туда, значит, падают эти ракеты. Итого, один удачный пуск со стартового стола мы имеем, да. И один неудачный пуск. То есть на основе двух пусков, один удачный, один нет. Удачный пуск проведен со стартового стола на космодроме в идеальных условиях. Не из шахты, еще раз повторяю. Вот на основе этого ракету ставят на боевое дежурство. Это абсолютно невозможно. Этого просто нет. Кроме этого, что любопытно, примерно 40% микроэлектроники, которая использовалась в ракете Сармат, а межконтинентальная баллистическая ракета, это помимо двигателей и фюзеляра, и корпуса, прошу прощения, это прежде всего микроэлектроника, которая отвечает за все вот эти вещи, как система наведения, стабильность в полете и так далее, и так далее. На 40% это была иностранная микроэлектроника. Ну, покупали там тайваньские или даже американские чипы, пока все было нормально, но сейчас доступа ко всему этому нет, либо он крайне ограничен, и они сейчас не могут собрать ракету для следующих испытаний. То есть мы ракету ставим на вооружение на основании двух пусков, одного удачного, одного неудачного, но как бы ставим ее на бумаге, потому что тупо не можем собрать новую ракету, потому что нет у нас электроники, потому что нам ее не продают. Ну, это какой-то вообще несусветный бред. В общем, вот у них вся история вот их разработок военных, да, последних там, скажем, 20 лет, ну, 15 точно, развивается по принципу танка Армата. Создаем какой-нибудь экземпляр красивый, кстати, Армата с точки зрения красоты это отдельная тема, но не будем, ладно, о ней сейчас говорить. Испытываем его, главное, что он там с шумом, грохотом взлетел, ставим на боевое дежурство, а через 2-3-5 лет как-нибудь потихо объявляем, что армия отказывается от этого образца оружия, либо оно отправлено на доработку, либо оно все еще проходит цикл испытаний, либо то, либо сё, либо пятое, либо десятое. А пехота, значит, в Украине воюет на гольфкарах, как выяснилось недавно. Кроме этого, есть такое предприятие Протон ПМ. Это предприятие космическое, ну еще с советских времен, которое производит двигатели для, в том числе для Сармата. И вот там с этим предприятием в полных швах, там часть руководителей присела у них там за расхищение, значит, государственных средств. Часть производственных мощностей тупо простаивает, потому что накупили очень много дорогого западного оборудования, которое из-за санкций невозможно обслуживать, и оно стоит тупо. И вообще, надо сказать, вот раньше принадлежность к развитому государству, к индустриально развитому государству, определялась наличием хотя бы одной из трех отраслей в государстве. Это космонавтика, это авиастроение и это автомобилестроение. Советский Союз, несмотря на всю его вот ублюдочность, он и производил собственные автомобили. Ну, правда, так, прямо скажем, автомобили-то те еще были, но тем не менее делали сами. Он производил самолеты, буквально всю линейку, от боевых до гражданских и всю линейку гражданских, от кукурузников до дальнемагистральных самолетов и все это летало. И он запускал ракеты в космос. Более того, еще был первым, который отправил человека в космос. Сейчас вот число орбитальных пусков, вот на секундочку вдумайтесь, Россия последние 8 лет совершает 15-20 пусков в год, да, и в этом смысле полностью уступили позиции даже Китаю. А пусков межконтинентальных баллистических ракет, ну, испытательных, естественно, в последние годы, вот с 18 по 22 за 4 года было от 2 до 5 в год. Ну, это полный провал по всем вот этим отраслям, которые делают государства индустриально развитые державы, потому что в России долгие годы, вот последнее, что скажу, долгие годы была так называемая рентная экономика, ну, как в странах Персидского залива. Продаем нефтегаз, а на эти деньги покупаем все, что нам нужно, в том числе комплектующие, там, для наших ракет, самолетов, сухой суперджет, там, ракета Сармат, там, 5-е, 10-е, и пишем на них, что это российского производства. Сейчас рентная экономика умирает, потому что доходы падают, и никто ничего не собирается продавать России, то приходится им мутные схемы всякие проводить через санкционные барьеры, там, провозить в чемоданах какие-то микросхемы, какой-то бред абсолютный. И, в общем, на выходе получается вот такая вот ракета Сармат, которая, по заверениям кремлевского фюрера, уже даже встала на боевое дежурство. Вот так вот они умеют. Ракеты нет, а боевое дежурство есть. Спасибо, что смотрите мои видео, не забывайте их, пожалуйста, поддерживать, и будем дальше обсуждать с вами события войны в Украине, события войны на Ближнем Востоке и разные образцы оружия, не только российского, разумеется. Еще раз спасибо, всем пока. Мы хорошо знаем и о том, что ряд государств работает над созданием перспективного оружия, основанного на новых физических принципах. Но и здесь мы на шаг впереди, во всяком случае там, где нужнее всего. Еще в 2018 году заявил Владимир Путин в своем очередном послании федеральному собранию, имея, среди прочего, в виду лазерный комплекс «Пересвет». Если бы он меньше прогуливал школу в свое время, меньше шлялся по питерским подворотням, а больше бы учил физику, он бы понял, что ни о каких новых физических принципах здесь речи не идет. А если бы ему докладывали, как дело обстоит на самом деле, возможно, он про этот комплекс вообще бы умолчал. Всем привет, меня зовут Сергей Услендер. Сегодня вам расскажу об очередном чудо-оружии «Пересвет». А для начала, как обычно, вас попрошу, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, включите уведомления, напишите комментарий, о чем хотели бы поговорить. Итак, комплекс «Пересвет», как его называет российская пропаганда, комплекс лазерного оружия, был якобы поставлен на вооружение еще в 2018 году. Как раз это вот совпало по времени с этим федеральным собранием. Первые данные о том, что такие разработки ведутся, просачивались еще в 2017. Среди прочего, кстати, надо упомянуть, что названия, они вот как и для торпеды «Посейдон». У них вообще большой талант вот название придумать красивый. Тут не отнимешь совершенно там ракета «Буевестник», торпеда «Посейдон» и вот лазер «Пересвет». Там, кстати, номинировали еще «Блик» и «Василиск», но, видимо, их отвергли там ввиду их неподходящести для этого дела. Вообще о новых физических принципах. Лазер основан на так называемом квантово-механическом принципе вынужденного излучения. Но мы не будем углубляться в эти научные дебри. Просто припомним из истории, что еще в 1916 году Эйнштейн предсказал вот возможное открытие этого принципа. Примерно к концу 20-х, началу 30-х годов прошлого века это теоретически обосновали. А первые работающие лазеры появились уже в 60-х годах. Так что, в общем, принципы эти, прямо скажем, совсем не новые. Вообще вот, несмотря на то, что они называют это оружием, это как бы не совсем оружие. Это больше вот, во всяком случае, из того, что про это пишут, это такая оборонительная система, которая призвана слепить оптические системы беспилотников и якобы оптические системы спутников. Вот, в частности, некоторые издания в России писали о том, что для чего их, собственно, ставят в районах размещения межконтинентальных баллистических ракет, для того, чтобы слепить вот американские спутники, которые непрерывно висят над этими районами и наблюдают там, ну, с целью отследить возможные пуски. И даже их тогдашний вице-премьер Юрий Борисов, он, может быть, даже и сейчас вице-премьер, я, честно говоря, не отслеживаю их, вот эти кадровые перемещения, которые курируют военно-промышленный комплекс, говорил, что они способны слепить любые вообще системы спутников, вот любые оптические приборы спутников на высотах вот до полутора тысяч километров. И это, дескать, делает вообще вот наблюдение за российскими межконтинентальными ракетами абсолютно бессмысленным. Ему возразил академик Александров. Есть такой российский физик, очень известный физик-теоретик, который, в отличие от товарища Борисова и товарища Путина, в физике-то как раз разбирается чуть получше. Он сказал, что для этого, что это, во-первых, дело чрезвычайно затратное, но это ладно, как бы за свои гуляют, а во-вторых, для этого нужны очень громоздкие и очень сложные технические решения, которые Россия пока придумать не может, поэтому он, по сути, поставил под сомнение вот, собственно, эффективность этого лазера. Кроме этого, многие российские эксперты, в частности, Коротченко, высказывали такую мысль, что про спутники это, вот, как бы это сказать, чуть-чуть преувеличили. Но лазер может ослеплять системы беспилотных летательных аппаратов. Ну, это, в принципе, такое возможно. И, в общем, возьмите, там, не знаю, лазерную указку и посветите в какой-нибудь оптический прибор, да, вы его засветите, в принципе, да. То есть, это теоретически возможно, и, да, и не теоретически, и практически тоже. Есть даже системы защиты танков, которые вот лазерами, да, светят в сторону предполагаемого расчета противотанкового ракетного комплекса и могут выводить из строя аппаратуру наведения. Но вся штука в том, что, как сказал все тот же Коротченко, для лазера, да это, в общем, учитывая, что это не новый физический принцип, нужна идеальная погода. Нужно, чтобы светило солнце, было синее небо, и вот тогда можно, значит, что-то слепить. Если снег, дождь, облачность, тучи и так далее, любое вот такое вот препятствие на пути лазера, он становится совершенно бессмысленным. А учитывая, что в России погода там не самая лучшая на планете, то изрядную часть времени в году этот лазер будет совершенно бесполезен. В то же время в мире, кстати, вовсю идет создание лазерного оружия, но именно оружия, да, способного не засвечивать там чего-то, не подсвечивать, не проецировать красную точку на объект, а именно сбивать. Есть две такие разработки, которые выходят вот на серийный уровень. Это американская система лазерного оружия, и это израильский железный луч. Вот давайте я вам расскажу про израильский. Он так и называется, железный луч или Iron Beam. Это тактическая лазерная система противоракетной обороны, которая светит на расстояние примерно в 7 километров. Сейчас ее уже довели до серийного производства. Первую батарею должны поставить на вооружение. Это произойдет, сейчас пока решают, то ли на юге возле сектора газа, то ли на севере возле границы с Ливаном, учитывая вот последнее наше обострение с Ливаном. И первая батарея должна встать на вооружение в конце 2024 года. После чего начнется их массовое производство, и через несколько лет таких батарей будет много, и они будут стоять вот вдоль израильских границ. Железный луч не вещь в себе, да, он будет дополнять систему железный купол. Ну или система железный купол будет его дополнять. В принципе, испытания показали, что железный луч, он ничего засвечивать не может, потому что израильтяне ничего не знают о новых физических принципах. Он путем вот такого тупого нагрева может сбивать беспилотники, может сбивать неуправляемые ракетные снаряды, вот которые представляют наибольшую угрозу пока для Израиля, и может сбивать даже минометные снаряды. На испытаниях реально вот он сумел сбить минометный снаряд. Чем он, собственно, хорош? Тем, что его выстрел стоит очень дешево. Если противоракета железного купола, там по разным данным, стоит от 10 до 25 тысяч долларов, опускают всегда две противоракеты, вот я у себя делал про железный купол большое видео, вот в начале, когда открыл только канал, вот можете его посмотреть, то выстрел лазером стоит примерно 1 доллар, то есть он очень дешевый. У него, единственное, есть все та же проблема, что и у Пересвета. Он работать может только в хорошую погоду. Но большую часть года в Израиле как раз погода хорошая, видимость нормальная, и поэтому он вот таким образом будет дополнять. То есть это будет такой взаимодополняемый комплекс. Если погода плохая, будет работать железный купол. Если погода хорошая, на ближних дистанциях будет работать железный луч. А если ракета все-таки сумеет прорваться через этот лазерный барьер, вот тогда уже будет подключаться железный купол. Это сэкономит, в общем, государству довольно серьезные деньги. Американцы тоже ведут такие разработки. Еще с 2014 года компания Ротеон у них этим занимается. Они прежде всего хотят ставить их на корабли. Принцип там тот же самый. Лазерный луч в течение нескольких секунд нагревает объект. Ну, грубо говоря, прожигает в нем дырку, после чего объект падает. Уже были боевые там летные испытания, имеется в виду. То есть летящие беспилотники американцы сбивали лазерами. Ставить на корабли они их собираются для того, чтобы, опять же, не тратить драгоценные ракеты ПВО и ПРО, а чтобы вот таким довольно дешевым оружием, поскольку энергетическая установка корабля может обеспечить, в общем, лазер энергии там столько, сколько нужно. Вес установки для корабля, в принципе, большого значения не имеет. И вот такое оружие будет использоваться для защиты от, например, беспилотных летательных аппаратов. И даже говорили о беспилотных катерах. Ну, вот про испытания против беспилотных катеров я пока не слышал. Так что еще раз вывод, какой из этого всего можно сделать. Российский диктатор там очередной раз попал пальцем в небо, да, сказав о новых физических принципах. А принципы физические не новые. Это раз. Это не оружие. Ну, это средство противодействия против беспилотников. Это два. И способность России производить подобные вещи. А лазеры это, прямо скажем, высокотехнологичный продукт. Ну, лазерные установки, да, тем более такой мощности в условиях нынешних санкций, в условиях нынешней блокады экономической России, прямо скажем, вызывают большие сомнения. Ну, в самом деле, если они тащат на фронт пушки 50-х годов и бронетехнику тех же годов, да, БТР-50 ПК, там танки Т-62, танки Т-55, то о каких там, блин, лазерах может вообще идти речь? Ну, в самом деле. У них вообще поразительная в этом смысле способность вот создавать мифы на пустом месте, раздувать эти мифы до размеров, там, не знаю, Эвереста, а потом в них же самим и верить. Вот сейчас кого спроси, там, да, ой, да у нас там и лазерное оружие, и ядерная торпеда Посейдон, там, и ядерная ракета Буревестник, про нее я сделаю, кстати, отдельный ролик, да. И вот то у нас есть и самолет пятого поколения, и танк армата, и все такое, а на фронте воюют автоматами Калашникова и танками 50-х годов. Спасибо, что посмотрели, еще раз вас попрошу, лайк, подписка, комментарии, три несложных действия, патреон в описании, кто хочет помочь каналу, и в ближайшее время будут там различные видео, про Буревестник помню, сделаю, про Израильский тактический центр войны в городе тоже обязательно сделаю, просто у нас сейчас вот так несколько осложнилась обстановка в области безопасности, поэтому приходится отвлекаться на актуальные события. Еще раз спасибо, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!